Вот так наглядно Кирилл Метровка, ученик 8 класса 20 школы, продемонстрировал одноклассникам, насколько опасен может быть выход на лед. Сделал это под присмотр в Щелковских спасателей в гидрокостюме «Рыжик». Страшно ли это? Да нет, в костюме не страшно. А без костюма? Было бы страшно. Накануне на реке Клязьма в Павлово-Пасадском городском округе случилась трагедия. Семилетняя девочка провалилась под лед. Вот она шла, шла, по краю шла, так же, как она провалилась, и потом мы ее нашли из Калининска. Это время долго, к сожалению. Я думаю, что если он в «Рыжике» так провалится, он никогда больше не подойдет к этому льду. И те, кто видели, они все об этом расскажут. А мы еще стараемся в наших соцсетях об этом говорить. Центр гражданской защиты Щелкова давно вышел за рамки работы по оказанию помощи в чрезвычайной ситуации. На базе центра проводится большая профилактическая и просветительская работа с населением. В частности, во многом благодаря регулярным встречам со школьниками, трагедии, связанных с выходом детей на лед, за эту зиму в нашем муниципалитете, к счастью, не произошло. Главная ценность, которую Господь нам в этой жизни дал, это и есть наша жизнь, наша душа. Так вот, здесь у вас есть уникальная возможность как-то на своем опыте оценить, что эта ценность действительно великая, почувствовать, что это важно, и научиться эту главную ценность хранить и беречь. На экскурсиях на спасательной базе ребята из первых уст узнают о нелегкой работе спасателей и даже могут примерить на себя их роль. Так трое восьмиклассников надели на себя экипировку спасателей и прошли небольшую полосу препятствий. Где-то на середине полосы я думала, что не дойду, когда я переворачивала колесо. А когда на последнем препятствии я шла, очень жарко стало, причем так вот в груди, как будто бы резкая нагрузка, потому что. То есть, вдвойне сложнее в костюме? Да, да, костюм сам по себе очень много весит. Чтобы они понимали труд тех людей, которые стоят на страже безопасности. Это непростая работа. И те, кто примеряет, они будут с уважением относиться. А во-вторых, они не будут допускать тех моментов, недолжелательных в жизни. И будут предотвращать, наверное, своих знакомых и близких от тех ситуаций. А если вдруг беда все-таки случится, жители Щелково знают, кто придет на помощь по первому зову. Спасатели, спасибо! Спасибо!